У Марии Батмановой сахарный диабет второго типа. Об этом диагнозе женщина узнала 4 года назад. Все это время она получала жизненно важные для нее препараты, метформин и диабетон бесплатно по рецепту врача. Бывали перебои, но ждать сахаропонижающее лекарство приходилось максимум 2 недели. А в этом году ожидание затянулось на 3 месяца. Без этого аппарата мы ведь не можем существовать-то. Мы должны принимать это лекарство ежедневно. Если мы не будем принимать неделю-две, то мы доходим до инсулина уже. Это серьезно. Я вот это лекарство принимаю и если я не приму 2-3 дня, то уже повышается у нас сахар. Необходимые препараты пенсионерке приходится покупать за свой счет. На это уходит по 600 рублей в месяц. К слову, сахароснижающее лекарство есть практически во всех частных аптеках. Отсутствует лишь в государственной. Как сообщили в Министерстве здравоохранения республики, медики попросту не рассчитали объем закупленных лекарств. Всего в Татарстане с диагнозом диабет проживают более 500 тысяч человек. Но в ходе диспансеризации выяснилось, что их стало на 70 тысяч больше. Поэтому и образовался такой дефицит препаратов. Выходит, что Марии Батмановой жизненно важных препаратов просто не хватило. В Министерстве здравоохранения Татарстана обещали взять ситуацию под контроль и уже в ближайшее время решить проблему. Эльмира Гляхметова, Роман Фенин, Андрей Ключников, Телеканал Эфир.